всем привет с вами канала и вторая надежда мы сегодня посмотрим расклад на мужчину когда не онлайн на отношения и мы посмотрим что он хочет от вас и мы ему и мы ему зададим вопрос мы узнаем в чем он готов признаться он это ваш партнер это ваш мужчина о котором вы думаете ради которого вы открыли этот расклад или тем более абсолютно случайно попали ведь очень много моих зрителей просто случайно увидели где-то в рекомендациях расклад и случайно открыли ради интереса потом стали моими постоянными зрителями кстати напишите кто из вас именно таким образом узнал о раскладах таро не обязательно мой канал может быть это чей-то другой канал и насколько было ваше удивление того что вы услышали это действительно истории которые всегда хочется услышать мы с вами давайте начнем будем смотреть самого начала точнее сегодняшнего дня что происходит между вами на данный момент здесь перезагрузка отношений происходит здесь то что было раньше но уже не актуально и отношения которые развивались по прежним сценариям каким-то обещанием ожиданиям это но уже недееспособна это момент когда вы должны четко понять что дверь в прошлое она уже закрылась и она закрыта не вами не вашим мужчиной просто все то что было в ваших отношениях она привела к тому что и сейчас то есть дальше в таком формате отношения существовать не могут и поэтому мы говорим о том что либо сейчас отношения закончится либо придется многое менять что здесь менять мужчине здесь в принципе нужно измениться причем изменится кардинально мужчина здесь должен вспомнить себя каким он был самом начале отношений он должен помнить что для него все было интересно он должен вспомнить каково ему было вот каково его состояние было когда он оказался рядом с вами и он действительно порхал парил ему хотелось горы свернуть и он не думал о том что где-то придется принимать серьезные решения или где-то придется нести ответственность поверьте ему было прям все равно главное быть рядом с вами главное быть в отношениях именно с вами и и действительно чтобы продолжить отношения мужчина должен понять что либо он возвращается в некое свое исходное состояние и максимально старается быть таким каким он был потому что мы друг другу привязываемся не в тот момент когда мы уже узнали друг друга от и до когда мы друг друга узнали это уже момент торгов это уже момент каких-то компромиссов но влюбляемся мы друг в друга именно по тем начальным ощущениям ты был и женщина скажет что ты был совсем другим нежели сейчас вот именно в этой ситуации потому что здесь карта показывает что раньше все было совсем по другому ты был и смелым ты был активным тебе только какую-то идею подай ты всеми руками за и ты готов был на самые невероятные изменения на самые невероятные приключения это девочки все что касается мужчины с вашей стороны здесь тоже должны быть изменения и с вашей стороны здесь карты говорят знаете будут больше о принятии больше о понимании и больше я даже не могу сказать что это сострадание потому что шестерка пентакли знаете вот без возмездная помощь это дар там это подарок это действие за которое ты ничего не требуешь взамен но если мы говорим в контексте изменений вот то что нужно сделать вам для того чтобы отношения продолжились мужчину мы уже посмотрели и для него поверьте это тоже сложное испытание это сложное действие вернуться в былое состояние потому что процессе взаимоотношений мы все раскрываемся да и мы показываем истинную суть но если ты хочешь продолжать отношения именно с тем человеком ты должен поменяться внутри внутри и ты должен войти в ту стадию когда вот каким ты был когда эти отношения завязывались я думаю понятно здесь объяснила про мужчину про женщину здесь когда мы говорим о безвозмездной помощи когда мы говорим о действиях которые не подразумевают какой-то отдачи здесь именно вашем вашем поведении нужно включить принятие человека что ваш мужчина не идеальный ваш мужчина не самый сильный не самый решительный там не самый смелый где-то не самый умный человек вот здесь не иди не идеализировать потому что был момент ваших отношения когда он действительно вам нравился таким какой он есть да потом у всех у нас процессе отношений начинают вылазить наши демоны наши недостатки наши какие-то тараканы мы их потихонечку выпускаем и в какой-то момент мы уже не контролируем здесь надо сдержаться да здесь надо промолчать здесь надо то здесь надо это и но вы здесь сейчас такой позиции когда вы хотите чтобы этот мужчина мало того что вернулся в какое-то исходное состояние а ему это нужно нужно по умолчанию это для него условие вы здесь хотите чтобы мужчина был более идеальным нежели он на то способен и вот момент принятия здесь для вас и его ситуации его характером его недостатков его слабостей его может быть каких-то комплексов это тоже важно я думаю здесь реально сложное отношение потому что уже мы столкнулись ситуации что все вот он тупик и дальше продолжать это просто не получится причинно-следственная связь здесь очевидно и в изменениях здесь должны быть за задействованы оба человека как мужчина со своей стороны девочки так и вы и так как я уже сказала что отношения здесь сложные я так понимаю что что с вашей стороны что за тем более со стороны мужчины есть определенные нюансы или ограничения но он не способен там быстро зарабатывать определенные суммы денег там или у него нету возможности сейчас разрешить на все свои какие-то там социальные может быть бытовые проблемы рабочие проблемы вот не требуйте от него слишком многого дайте этому человеку для начала вот войти в эту колью когда он снова возвращается к исходному состоянию а конечно мы здесь будем говорить потому что здесь сочетание что нужно понять что после того как случится перезагрузка в отношениях здесь во многом придется начинать отношения с нуля и здесь вы тоже должны это принять и усвоить то что даже если были какие-то ваши ожидания даже если вам чего-то хотелось там вы ждете каких-то сроков но условно до концу года вы с ним договорились вместе поехать отдыхать то вместе купить но и знаешь что-то движимое там недвижимое я беру сейчас условно вы должны понять что это сейчас вот просто она будет заблокирована потому что вот она новая страница и это новая история вам придется вернуться в состояние просто вспомните себя когда вы были с этим мужчиной когда только-только завязывались взаимоотношения когда вы просто наслаждались обществом друг друга и в это состояние здесь придется вернуться чтобы перезапустить вот здесь вот перезагрузка отношений да там или трансформация если правильно нам трактовать 13 арка трансформация а после трансформации много процессов начинается с абсолютного нуля и конечно здесь вы уже для себя сразу должны четко дать ответы на как минимум следующие вопросы первое вы готовы меняться тоже для этого мужчины то есть делать какие-то снисхождение я здесь не говорю дайте ему там долю понимания там примите его ситуацию потому что мне так хочется здесь шестерка пентаклей это всегда безвозмездная помощь и от этого никуда не деться то есть вам готовы ли вы принять то что он не всесилен и не всемогущ и для решения каких-то вопросов ему потребуется время это первое но самый главный вопрос на который вы должны себе ответить вы готовы с этим человеком обнулить отношения и без ожиданий каких-то прошлых без надежд без целей которые вы ставили с этим человеком или на этого человека просто продолжить за взаимоотношения вот именно в этом будет здесь залог то есть жизнь судьба высшие силы для кого как удобнее они дают вам возможность эти отношения перезапустить но перезапуск означает с нулевых каких-то вот точек пусть они не до конца будут нулевые потому что опыт взаимоотношения у вас в любом случае здесь есть как ни крути друг друга вы уже знаете хорошо но вот сможете ли вы отказаться от прошлых планов или от прошлых ожиданий вот это кстати здесь большой большой вопрос и вам на него конечно нужно ответить что произошло в отношениях отказ от планов отказ от планов отказ от идеи кто отказался посмотрим ну понятно здесь мужчина был настроен кардинально серьезно максимально точнее серьезно и он показывал всю серьезность намерений он показывал что ему это важно ему дорого он это будет делать а потом просто впал в детство другими словами здесь мужчина просто захотел чтобы ваши отношения были и были ну и знаю там отношения ради отношений там любовь ради любви там интим ради интима и не более того да здесь здесь могут быть вплетены в это самые разнообразные истории треугольники четырехугольники там свободный мужчина но который очень любвеобилен это вы с ним муж и жена но у него постоянные там друзья какие-то и у него постоянно там новые хобби интересы и много чего такого с чем вы не готовы смириться там или это его родственники семья там или бывшие там про про бывшие которые появляются в его жизни здесь сценариев может быть много но вся загвоздка в том что мужчина сначала себя показал таким человеком на которого можно было понадеяться и и карты говорят вернись в это состояние если ты хочешь быть с этой женщиной ты должен вспомнить все то что ты говорил раньше и ты должен поступать так как ты поступал раньше она поставила тоже на тебя ставку условно да скажем потому что ты был тем кем ты был в тот момент раз ты меняешься то правило игры меняются и и у женщины точно так же и видите о мужчина поменял правила игры и вы с этими правилами не согласились вот вы и пришли в эту точку когда отношения нужно по-любому перезапускать иначе не получится иначе все либо мы расстаемся ну либо мы оба меняемся и договариваемся и здесь вот тоже с вашей стороны показано что раз мужчина начал тормозить раз мужчина здесь я решил спустить ваши отношения на какую-то легкость на какую-то безответственность то вы тоже должны понимать что у него есть и здесь карта справедливости то есть сказать что ему просто там шапот хвост попала и он решил а не будет а не хочу на не хочу напрягаться нет конечно у него тоже есть объективные и серьезные обстоятельства из-за которых он испугался дальше развивать ваши отношения или дальше переходить каким-то серьезным этапом ваши отношения поэтому с его стороны нужно вернуться в исходное свое состояние так знаете благородного надежного сильного смелого мужчины он же показывал вам и вы видели что он может быть таким его речи где-то его поступки он создал образ человека который может справиться со многим но он же у нас не супергерой он у нас не маг не волшебник он не может махнуть палочкой и поменять вокруг всю ситуацию чтобы все условия подходили по то что ему можно соответствовать вашим ожиданиям вот поэтому здесь включается тот пункт о котором я говорила вот готовы ли вы согласиться с тем что где-то его надо подождать где-то нужно его понять даже где-то девочки простить потому что шестерка пентакли даже не к не только карта меценатства карта помощи эта карта когда ты не ожидаешь от человека чего-то сверхъестественного когда ты видишь его и самое главное там его недостатки до его минусы и ты все равно соглашаешься помочь этому человеку тут даже больше сказать не ваше снисхождение а ваша помощь ему вот таком здесь может быть разной помощь простить дали помощь принять понять вот или где-то подождать тут опять же до ситуации разные и нюансы разные вот но девочки смотрите сами здесь залог успеха именно в изменениях двух партнеров бывает мы видим в отношении когда нужно поменяться кому-то одному вот но сегодня мы видим что это обоюдный процесс в котором нужно поучаствовать двум партнерам ну давайте начнем смотреть теперь нашего мужчину и главные вопросы к нему что он хочет от вас и в чем он готов признаться на сегодняшний день так что он хочет от вас знаете девочки чтоб вы перестали его кошмарить но здесь как чтобы вы перестали вести себя таким образом что потом в дальнейшем заставляет его нервничать переживать не спать ночами я не знаю вскакивать мерить себе давление там пить более утоляющие там и пытаться взять себя в руки потому что у человека здесь показан просто тремор он хочет от вас чтобы вы не давили на него он хочет от вас мягкости он хочет от вас нежности и вот в этой ситуации вообще вот если мы смотрим вот это вот сочетание девятка мечей и луна это вообще показывают карта это сочетание показывает сумасшествие то или людей сошедших с ума потому что их приводит в страх и они испытывают ужас и кошмар от того что не имеет прямой связи с действительностью то есть луна это что-то эфемерное это что-то надуманное это густой туман в котором ты пытаешься по очертанию понять что ты видишь но это опять же обман и это иллюзия конечно это эзотерика но это ключевые значения карта луны но в сочетании вот две эти карты дают просто помешательства что он хочет от вас девочки он хочет вашего ну вот изменения в том плане чтобы он не испытывал вот это вот состояние что как будто бы я схожу с ума вы видимо тоже изменились настолько что он перестал вас понимать он перестал прогнозировать то что вы будете делать то что вы скажете вы для него в целом стали такой вот темной лошадкой которую он не видит он не чувствует и он не может предугадать что как там какой финт или номер вы выкинете дальше здесь человек которому очень девочки сейчас с вами сложно то ли здесь условия с вашей стороны были поставлены жесткие то ли здесь какие-то слова сказанные очень неприятные где-то ковырнули на вот болезненную точку то ли действия здесь с вашей стороны но для мужчины главное желание это закончить ужас такой вот и вот тремор который происходил в ваших отношениях до наступления вот этого момента а этот момент вы сами тоже примерно чувствую я извиняюсь чувствуете этот момент когда все примерно поломалась и больше не удавалось починить а сложить в какой-то реальный пазл но он девочки очень хочет чтобы ему не было так тяжело с вами потому что где-то тупик и вы его здесь загоняете в угол он хочет от вас чтобы вы перестали нагонять панику чтобы вы перестали нервничать а нервничаете вы соответствует соответственно нервничает мужчина вы переживаете опять же нервничаете это наступает потом дальнейшем проблема в ваших отношениях потому что мы женщины такие создания когда если мы начинаем переживать нам нужны либо подтверждение что да мы не зря переживаем либо наоборот нам нужны опровержение данной опровержение там это там равно либо фактом вот либо плечу который поддержит скажет не переживай пока я с тобой там или если я с тобой ничего плохого с тобой не приключить вам мужчина не давал такого плеча все что делал мужчина создавала в вас панику которую вы как женщина пусть даже мужчина ничего вам не говорил но он и не делал ничего такого чтобы вас успокоить и вот это вот нагнетание мы женщины эмоциональное создание мы можем себя накрутить так вот очень сильно качественно и конкретно что потом мы выливаем на мужчину столько что мало ему не покажется и вы девочки вылили на него все то что мало не показалось видимо опять же поэтому здесь карты просят о снисхождении да к этому человеку о помощи то есть ваша возможность обрушить на него тремор ваша возможность обрушить на него какой-то страх переживания или нервозность она очень очень мощная и вам все таки стоит тоже понимать о том что к этому человеку вы предъявляете слишком какие-то большие требования конечно девочки я не говорю о том знаете как в цитате что если постоянно снижать требования к мужчине то однажды можно дойти до состояния когда слава богу не сыться и ладно вот я извиняюсь да за такое ну неприглядное выражение но эта цитата мне очень нравится и действительно есть женщины которые способны понижать порог требований до такого уровня лишь бы мужчина был рядом здесь мы не об этом говорим здесь мы говорим о том что ваш уровень тревожности и ваша способность показывать вот как зашкаливает порой ваше ваше непонимание там ваши вопросы к этому мужчине они действительно его доводят до сумасшествия ваша энергия она гораздо сильнее энергии этого мужчины и ему реально страшно он реально в шоке посмотрите здесь сколько карт и они все ну мягко говоря негативные не очень сложно не очень тяжело не очень конфликтные и он хочет главным образом чтобы это все прекратилось он видимо помнит какой вы были нежной мягкой лояльной вам не нужно такой становиться нет это ему надо стать таким как каким он был раньше ваша задача пусть даже быть такой же строгой пусть даже быть такой вот мнитель и доверять действительно никому не стоит на все сто процентов это факт но вам стоит к этому человеку проявлять где-то жалость сострадание где-то понимание я знаю что не всем девочкам понравится такое я знаю что далеко не все будут согласны но это залог продолжения отношений именно в этой истории именно в этом гадании которое мы сегодня с вами делаем в чем он готов признаться девочки теперь еще один наш вопрос в чем он готов признаться девочка нужна мне он хочет сказать вы ему нужна он хочет признаться что вы его дополняете вы гармонизируете его внутри себя вы тот человек который даже если вы очень разные я не знаю разница в возрасте менталитет вероисповедание воспитание или принципы но вы такие разные но тем не менее вы вместе образуете шикарный тандем с этим человеком он понимает вашу разность потому что сила это действительно баланс и равновесие двух абсолютно разных сил но они вместе и вместе они могут быть бесконечно долго в основном на карте сила всегда знак бесконечность не всегда эта карта является восьмой по списку вот а восьмерка тоже если ее перевернуть но на самом деле смысл баланса он как раз заключен в равноправии в равновесии противоположности он все понимает он не дурак он не будет говорить да мы очень похожи да мы друг друга можем прекрасно понять нет но именно это ему ценно ему ценно что где-то вы с ним не соглашаетесь что где-то другие его похвалят а вы выразите какую-то критику но просто вы это можете сделать как никто другой очень корректно очень мягко очень нежно и ласково потому что здесь девушка она добилась преданности и верности зверя именно благодаря своей нежности да эта нежность она такая вот поступательная она в постоянном давлении она где-то ну если хотите такая вот твердая может быть жесткая но тем не менее это нежность то есть я тебя нежно придерживаю я не сжимаю тебя да я не давлю я придерживаю но я не даю тебе вот как-то вот я не знаю там лавировать да я не даю тебе свернуть с пути ему важно он с вами находится в состоянии уверенности вот если рядом вы значит все будет точно хорошо если он с вами значит он даже чувствует себя человеком немного другого качества если хотите он чувствует себя ну более благородно наверное более уверенно не девочки определенно видите без вас он такой вот шалтай болтай он не может найти какую-то золотую середину у него из крайности в крайность а вы имеете свойство просто взять и эту ситуацию зафиксировать то есть он становится целостным он становится человеком который ну я не знаю вот если сравнить там допустим такая пьяная какая-то шаткая походка а вы вот для него просто найти такой отрезвитель и все вот и сразу состояние такой вот мотивированности состояние собранности именно так вы на него действуете да именно в этом он готов признаться и именно в этом признании он говорит нужна мне да девочки вы ему нужны да есть видите моменты что он что он хотел бы от вас но тем не менее все равно он понимает вашу силу и видите здесь сила мягкая сила и здесь да мы говорили в самом начале что это изменения ваши когда вы да не сытся да ладно нет конечно мы не про это когда вы понимая всю его ситуацию и понимая что он не всемогущий и он не идеальный человек даете где-то скидочку небольшую небольшую поблажечку но у меня на сегодня все я буду очень рада если вы поставите лайк напишите комментарии подпишитесь на канал и встретимся очень скоро пока 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 не пока